На этой неделе в областном Акимате состояло заседание, в котором говорили о подготовке к предстоящим паводкам. Больше нормы выше средних многолетних значений. В докладе директора филиала Казгидромеда прогноз неутешительный. Количество выпавших осадков на 36% больше средних многолетних показателей. Превышение нормы ожидает и в марте. В основном будет дождь со снегом. При этом частая смена циклонов и антициклонов приведет к резким перепадам температуры. Контраст 10 градусов и более. Днем выше нуля, ночью ниже. Больше нормы осадка выпадет и в апреле. В бассейне реки Шагауле приток Чаглинское водохранилище больше средних многолетних значений на 54%. Приток Сергейское водохранилище больше средних многолетних значений на 50%. С учетом накопленных влагозапасов на окружающих полях озера и реки Хамысахты объем накопленных влагозапасов озера Большой Тарангу 200 миллионов кубических метров, что превышает прошлогодние значения на 70%. Плоский рельеф с большими понижениями создает угрозу потопления талыми водами. Их объем из-за активного снеготаяния будет огромным, прогнозирует глава региона. Из-за этого могут пострадать села и дома Петропавловска. По анализу прошлых лет в зоне возможного потопления 240 домов областного центра. Закончена работа по устройству обвалывания поселка Заречный длиной 1200 метров, высотой около 2,5 метра. Это валовое устройство, которое дает возможность предупредить вхождение воды в ту часть Заречного, которая больше всего подвержена подтоплению. В этом году предполагаем, что те дома, которые были подтоплены в предыдущие годы, подтопления там не будет. Разобрались наконец с ливневками Петропавловска. В прошлом году провели ревизию всей сети. Если раньше на электронной карте было только 92 километра, то сейчас вдвое больше. Зафиксировали все слабые места. Установили 13 колодцев со стационарными насосами на участках с понижениями. Но расслабляться рано. Весна будет непростой. За два месяца на пульт Айкомек поступило в полтора раза больше обращений, чем за весь прошлый год. Вот в этом году уже 500 обращений. В прошлом году за весь год 274 обращений. Учитывая предстоящее подтепление, ожидается колоссальная нагрузка на всю задействованную технику. Ливневой канализации коллекторы, конечно же, будут испытывать большую нагрузку. Кумар Аксакалов поручил до конца марта привести в порядок ливневую систему и водопропускные трубы. Помимо талых вод, угрозу несут и реки. Даже малые в период половодия могут затопить сёла, если где-то возникнет затор. Сейчас толщина льда на реках от 40 до 90 сантиметров. Это выше, чем в прошлых годах. Из-за подъёма уровня рек в зоне риска 30 населённых пунктов области. Ещё 13 грозит потопление из-за разлива озёр. 36 сёл могут пострадать от алых вод. В сёлах, подверженных подтоплению, осуществлять дислоцирование тяжёлой техники, мотопомп, квадрокоптеров, подготовку инертных материалов, организовать пункты для эвакуации людей. Даю поручение актуализировать списки тяжёлобольных граждан, пожилых, рожениц, потенциально подверженных подтоплению населённых пунктов. При необходимости надо заранее организовать их эвакуацию. Позаботиться надо и о живности. Каждый год в области в зонах потопления остаётся бродячий скот. Сельчане начинают искать, но добраться до лошадей, коров и овец уже невозможно. С целыми табунами потом искали, не могли до них доехать. Были, к сожалению, и факты гибели скота, который остался без присмотра на полях. Заранее акимам районов, совместно с акимами сельских кругов, отработать и не допускать таких мер. Мы уже примерно видим, знаем же, сценарий развития ситуации. Поэтому скот максимально держать на безопасном расстоянии, в случае чего необходимо срочно сразу перегнать на безопасное место. Предупредить водную стихию легче, чем бороться с последствиями. Потому технику надо пригнать заранее, подготовить людей, инертный материал, плавательные средства и убрать снег. Высота покрова в среднем 36 сантиметров. Из населённых пунктов вывезли 780 тысяч кубометров снега. В основном из Петропавловска. В 20 раз меньше вывезено в Олихановском районе, в 5 раз в Тимирязевском. В то же время осадка в Тимирязевском районе выпала на 75 процентов больше, чем в прошлом году. Более того, работы по вывозу снега проводятся исключительно в районных центрах. При этом населённые пункты, непосредственно подверженные паводковым угрозам, остаются пока без внимания. При этом март обещает быть снежным и дождливым. Силы нужно бросить на вывоз снега. При необходимости выделять дополнительные средства. Североказахстанцам тоже не стоит ждать, когда начнётся оттепель. Каждый должен позаботиться о своём участке. А волонтёры и неравнодушные граждане будут помогать одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам в частных домах. Не сидеть в стороне, а кем области призвал и жителей многоэтажек. Надо, чтобы граждане тоже выходили организованно. КСК, УСИ помогали руководителям. Субботники проводить. Наша задача из территории вытолкать, а мы потом заберём оттуда организованно. Поэтому не ждите. Раньше высохнет. Самим же удобно. Это же касается предприятий и субъектов бизнеса. Они должны самостоятельно вывозить снег, а не выталкивать на проезжую часть в надежде, что коммунальщики уберут. Чтобы такого не было, полицейские увеличили количество рейдов. Депутаты областного масляхата с рабочим визитом посетили Козылжарский район. Народные избранники провели мониторинг объектов образования, переданных частной руки в рамках государственно-частного партнёрства. Первым рабочей программе стал колледж инновационного профессионального развития в селе Бесхоль. 2019 учебное заведение находится на балансе ТО «Радуга». Здесь рабочим специальностям обучают 20 студентов. В этом году товарищество планирует заключить договор о передаче доверительное управление Бесхольской средней школы гимназии. Посетили члены комиссии и образовательное учреждение в селе Петерфельд. В 2020 его передали в частные руки общественному фонду Козылжара Байорта Мектебы. Объём инвестиций составил 300 миллионов тенге. Сделали капитальный ремонт, обновили материально-техническую базу, провели масштабное благоустройство. Рабочая поездка народных избранников завершилась в областной библиотеке имени Сабита Муканова. Первоначальный список, насколько я помню, 34 объекта было ГЧП. Три объекта были с обовидного согласия расторгнуты. Мы сегодня рассматриваем вот эти объекты в ходе подготовки к сессии областного маслоката. Я думаю, вот мы, утверждая бюджет, утверждая этот список предприятий ТехГЧП, я думаю, депутаты убедились в том, что это положительное движение. Мы смотрим, ну общаемся и с преподавателями, какие возникают вопросы, проблемы. И ближайшие, наверное, в конце марта будет сессия, мы будем уже рассматривать этот вопрос. Привлечь внимание общественности. 27-летний североказахстанский режиссер-любитель презентовал социальный короткометражный фильм «Дело номер 315». Судьба этого парня могла сложиться совсем иначе, если бы не тот злосчастный случай. Он всего лишь спешил к своей жене, которая под сердцем носит их ребенка. Рождение долгожданного сына, его первые шаги, слово «папа». Все оборвалось буквально за одну секунду. Пестрящие заголовки новостных статей и стремительная периодичность подобных ситуаций. Все это дало толчок снять короткометражный фильм «Дело номер 315». Его автор, режиссер-любитель Дамир Макимкенов за 12 минут пытался передать всю боль и страдания, которые испытывают не только родные жертвы, но и самого преступника. Фильм направлен на такое, чтобы люди задумались перед тем, как садиться в нетрезвом состоянии за руль. То есть он может совершить ДТП и при этом может навредить не то что человеку, он может целой семье. То есть одна семья может остаться без отца или без матери или могут потерять так же, как у меня в фильме. Погибший персонаж, погибший герой, он единственный сын в семье. Молодой, креативный и смелый. За плечами Демира Макимкенова уже три отснятых короткометражных фильма. Именно стремление напомнить людям о ценностях жизни, а еще о чувстве справедливости, собрало вокруг начинающего фильмейкера команду непрофессиональных актеров-добровольцев. Один из них – Азат Каирбаев. Сама роль отрицательная. То есть человек, можно сказать, богатый сын богатого человека, он получается просто сбил человека насмерть. И хотел скрыться с места преступления. У меня очень мало было слов в принципе, но в основном приходилось играть эмоциями. В составе актеров в социальной короткометражке 17 человек. Все работали бесплатно. А вот само производство фильма до миру обошлось 70 тысяч тенге. Поддержку автору оказались сотрудники департамента полиции. Увидеть дело номер 315 североказахстанцы могут на официальной страничке нашего телеканала в Инстаграме. Накануне Международного женского дня в Северном Казахстане прошел торжественный концерт. Праздничная атмосфера царила фойе еще до начала мероприятия. Комплименты, поздравления и букеты цветов – все это под аккомпанемент классической музыки. Красиво и изысканно, как и сами дамы. На этот праздничный концерт пригласили особо отличившихся североказахстанок. Они покоряют карьерные вершины. Их труд принес пользу всему региону. И за это им искренние слова благодарности. Женщины, они являются вдохновителями многих успехов. Мы знаем из истории, что великолепные, самые лучшие произведения искусства, великие достижения в истории, они случились благодаря вдохновению женщинами. Это так. Мы сегодня гордимся нашими женщинами. Каждая из вас на своем месте, в бизнесе, в сельском хозяйстве, в промышленности, дома, выполняет огромную роль в развитии нашей области, в развитии нашей страны. При этом большинство еще и прекрасные хранительницы домашнего очага. Акзиньи, Промазаново и села Пресновки Жамбылского района с утра и до ночи в окружении малышей. Трудится в детском саду, а после работы ее встречает свои шестеро детей. У каждого свои обязанности, каждый знает свое занятие, каждый ходит на тренировки. Я думаю, самое главное – это воспитание, это дать первоначальное воспитание старшим детям. Младшие дети, глядя на старших детей, и у них есть стимул, они смотрят на них. Большая семья – это же хорошо. За воспитание шестерых детей Акзиньи получила подвеску Кумы-Салка. В этот день ее вручили еще четырем многодетным мамам. Любые высоты достижимы, если есть поддержка близких, считается Мала Салбаева. За неоценимый вклад в сферу культуры она получила почетную грамоту Акима области. Женщина из музыкальной семьи, мама и дедушка виртуозно владеют Домброй. А Самал произведение на двуструнной исполняет шести лет. В этом году 20 лет, как я работаю в сфере культуры. До карантина у нас была активная жизнь, у нас были разные различные концерты, мы ездили по городам. Если честно сказать, чтобы так ездить, нужна поддержка семьи, во-первых, а мужа, потому что они остаются дома с детьми. Я им благодарна, что они меня везде и во всем поддерживают. Наградили в этот день и Асимгуль Каптаеву. Женщина трудится в областной прокуратуре, работает с уголовными делами. Каждый день, даже в праздничной, она на страже закона, а значит и в форме. Ее Асимгуль не променяет даже на самое прекрасное платье. Еще в юности смотрела на людей в погонах и мечтала пополнить их ряды, вспоминает Асимгуль. Горжусь тем, что мы носим форму, мы представляем государство и это наш долг. Я уже 17 лет работаю в органах прокуратуры, в прокуратуре области, работаю с 2011 года. Сегодня я получила почетную грамоту о таком области. Спасибо за оказанное доверие. Оценили и работницы других сфер. Бизнес, сельское хозяйство, промышленность, образование и здравоохранение. Они каждый день делом доказывают, что женщины не слабый пол. Такое выражение давно пора забыть. Накануне праздника 8 марта в областной библиотеке имени Сабита Муканова наградили почетных ветеранов. Адия Ахметова – почетный ветеран сферы образования. За ее плечами 40-летний трудовой стаж. За свою карьеру она воспитала несколько поколений достойных и талантливых североказахстанцев. Про нее можно сказать преподаватель с большой буквы. Накануне Международного женского дня Адия Искаковна получает поздравления от коллег. Около 10 лет проработала преподавателем. Основная моя биография была связана с партийной, с комсомольской работой. Но эту работу я не отделяю. Педагогическая работа. Много, конечно, приходилось трудности нам преодолеть, но тем не менее наши труды, не только мои труды как руководитель школы, но и педагогов, учителей оправдались. Мне вот думается, все таки тот опыт, который накоплен старшим поколением, именно в этом вопросе надо его использовать. Все самые лучшие комплименты, слова благодарности и праздничный концерт для них – представительниц прекрасной половины человечества. На сцене выступают артисты, певцы и юные таланты. Свой подарок гостям презентовал и ансамбль учащихся школы лицея «Альфа-Раби». Грандиозный танец с национальным колоритом они посвятили всем мамам и бабушкам. Танец мы танцевали всей душой, также готовились мы к нему не очень долго, но он был готов. Это танец, это песня про бабушек, также про мам. 8 марта – это женский день. Я думаю, что он правильно подобран, так как наши мамы нас носили 9 месяцев. Они каждый день ради нас трудятся. Мы им будем помогать, а они будут отдыхать. В зале ветераны образования, культуры и государственной службы. Каждый из них внес свой вклад в развитие региона. Мы сегодня выбрали 6 человек из разной сферы деятельности. Это люди, в самом деле, достойные восхищения. Поэтому еще раз мы хотели бы сегодня подчеркнуть их заслуги перед обществом, перед людьми, перед теми коллективами, где они работали. Поэтому, да, еще раз пользуюсь случаем. Я бы хотел поздравить всех женщин Северокостанской области с этим светлым праздником. Пожелать им крепкого здоровья, благополучия в семье и дай Бог, как говорится, хороших внуков и детей. Такая традиция ежегодная. Всего в нашей области насчитывается 105 тысяч ветеранов. Больше тысячи из них – активисты. Борьба, накал страстей, яркие победы. Все это вместило в себя зимняя гимназиада школьников, церемония открытия которой прошла 28 февраля. От имени вице-премьер-министра страны Ярлы Тукжанова Якима области Кумара Аксакалова поздравил участников соревнований заместитель главы региона Ганины Геметов. Позвольте от руководства области поздравить вас с началом этой гимназиады, поприветствовать вас на священной казахской земле Северного Казахстана. Пожелать вам успехов. Сегодня большой праздник, спортивный праздник. Давно таких праздников не было в связи с пандемией. Поэтому это большая честь для нас, для нашей области принимать вас всех из разных частей нашей страны. После торжественной церемонии открытия – первые старты соревнований. Спортсменам пришлось бороться не только с соперниками, но и с капризами природы. Если для североказахстанских биатлонистов такая погода привычна, то для гостей целое испытание. 15-летняя Екатерина Цаи в нашем регионе не в первый раз, потому к суровому климату готовилась морально и физически. Юниор представляет Алматинскую область. В этом виде спорта она уже три года. С тех пор участие в зимних спортивных соревнованиях принимает ежегодно. За победами изнурительные тренировки каждый день. Теперь выкладываться нужно еще больше, говорит Екатерина. В Алмате тепло, а тут как-то холодно, еще непривычно. А так, в общем, все нравится. И трасса, и люди добрые. Готовились около двух недель. И до этого были соревнования в нашей области. На сборе были, готовились. И вот приехали. Сейчас будет старт. Своего старта ждет и 19-летний Аркадий Есман. До заезда по лыжным гонкам у североказахстанского спортсмена порядка шести дней. Говорит, пока пришел поддержать наших биатлонистов и оценить уровень соперников. Профессионалы приехали из достаточно хороших условий тренировочных. Недооценивать нельзя соперников. Участникам данного соревнования желаю хорошего снега, гладкой лыжни. Десятая зимняя гимназиада посвящена 30-летию независимости страны. Мероприятие по восьми видам спорта проходит в двух городах – Нур-Султане и Петропавловске. Соревнования по конькобежному и фигурному катанию уже прошли. Победу в первенстве взяли североказахстанской области города Алматы. В рамках поручения главы государства Касымжемарта Кемелыча Тукаева в своем послании народу Казахстана было сказано, что направит усилия именно подрастающего поколения в нужное русло и приобщит к массовому спорту. И сегодня в связи с этим мы проводим все спортивные мероприятия. Побороться в скорости и выносливости на юбилейной 10-й зимней гимназиаде собрались больше тысячи спортсменов из 13 регионов страны. Соревнования по пяти видам спорта в нашем регионе продлятся до 12 марта. Всех победителей наградят памятными дипломами, медалями и кубками. 18 миллиардов тенге планируют потратить дорожники на реконструкцию обездной трассы, проходящей через Петропавловск. Дорогостоящий проект входит в возведение современного вантового моста на реке Исиль. Его стоимость оценивается в 8 миллиардов тенге. Оставшуюся сумму заказчика, это областной филиал компании Казавтожол, потратить на строительство асфальта обездной дороги Петропавловск, как считал Щучинск от нулевого до восьмого километра. По подсчетам, один километр обойдется подрядчиком в 1 миллиард 250 миллионов тенге. Работы начнутся уже в этом году. Умерла меньше, чем за неделю после того, как попала в больницу. Стража порядка разбирается в деталях смерти 36-летней жительницы Акаинского района. В середине февраля ее избил 52-летний знакомый. Еще два дня она провела у него дома без медицинской помощи, прежде чем ее вызвала мать потерпевшей. 20 февраля женщина умерла в отделении хирургии районной больницы. Туда ее доставили со множественными телесными повреждениями. Знакомого от североказахстанки поместили под стражу. Ведется следствие. Страшная трагедия произошла на этой неделе в селе Новороссийское Акаинского района. В пожаре погиб пятилетний ребенок. Частный двухквартирный дом загорелся вечером в понедельник. В этот момент в нем находился мальчик, который остался один без присмотра родителей. Мама и папа малыша были на работе. До прибытия спасателей его безжизненное тело извлекли сельчане. Сейчас огнеборцы устанавливают причину случившегося. По их предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за неисправности печи. С начала года в Северном Казахстане произошло 138 пожаров, в результате которых погибли 21 человек. 29 получили различные травмы. Редактор субтитров А.Семкин